Здравствуйте! И позвольте разжечь. Нужна ли России наука? Что будет с прихопёрием? На эти и другие вопросы сегодня отвечает политвестнику старший научный сотрудник Института водных проблем Юрий Анатольевич Медовар. Здравствуйте, Юрий Анатольевич! Добрый день! Я рад, что вы меня пригласили в свою программу. Я ее всегда смотрю с большим интересом. Это одна из наиболее объективных программ, которые выходят у нас и в интернете тоже. Спасибо вам большое! Ну, хорошо, принято, принято. Благодарю вас. Юрий Анатольевич, грядет реформа Российской Академии Наук. К чему она может привести? Я думал, что мы начнем с Хаперия, но давайте начнем с науки. Вы знаете, то, что сейчас делает один человек, и вы знаете его имя, это катастрофа для всей науки. Если Петр Первый сделал Академию Наук, и она существовала вот столько лет, и она существовала и революцию, и гражданскую войну, и коллективизацию, и голод. Если она выжила в 90-х годах, когда вообще она практически не финансировалась. Если она пережила Никиту Сергеевича Хрущева, который хотел ее закрыть, когда его одного деятеля из ЦК КПСС не пропустили в Академике. Если Академия Наук спасла Сахарова и не проголосовала во времена Брежнева за его исключение из членов Академии, то сейчас ей приходит полный абзац. Потому что отдельные люди, которые якобы возглавляют нашу страну, не понимают, что развалив науку, они разваливают страну. И страна без науки, это примерно то же самое, что Зензимбар, Зензимбаб и прочие страны Третьего мира, Банановой Республики. Ведь сломать просто, а воссоздать ее будет невозможно. И не хватит полвека, и может быть даже века, чтобы наука возродилась. Юрий Анатольевич, смотрите, ну ведь у нас получается так, ракеты не летают. Наверное, ученые виноваты, что ракеты взлетают и не долетают до пункта назначения. Значит, ученые плохие. Надо реформировать. Ученые у нас прекрасные. Вы знаете, что очень большое количество российских ученых выехало за границу, прекрасно работают в различных фирмах и компаниях. Дело не в ученых, а дело в том, что развалена полностью промышленность, которая делает эти самые ракеты. Кто делает ракеты? Соответствует ли металл этим ракетам, который был в СССР? Соответствуют ли двигатели? Соответствует ли топливо? Или его разбавляют и бодяжат? Мы же любим бодяжить, как топливо в машине. Когда машина не едет, вы заправляете бензин, а она стоит. Вот может быть, все то же самое, только там в планетарном масштабе. Там другие объемы, другие откаты, другие деньги. Ученые здесь не виноваты. Ученые работают над совесть. И ученых купить нельзя. Настоящий ученый не продается. Скажите, пожалуйста, а что теперь нужно делать научному сообществу, чтобы каким-то образом воспрепятствовать разгрому науки? Научное сообщество должно сейчас быть полностью консолидировано, а не все мы, ученые, должны быть как единый кулак. Кулак очень трудно победить. По пальцам поломать можно, а кулак нельзя. Я, как представитель профсоюза Российской Академии наук, как член регионального отделения, профсоюза Московского отделения, да, профсоюза наук, мы сейчас делаем акции, мы собираем подпись, мы выходим на улицы, вплоть до забастовок. Мы хотим отбить то, чтобы наука, осталась наука, чтобы наука была самостоятельна, самофинансирована, чтобы наука сама определяла, кто будет президентом академии, кто будет академиком, кто будет директором института, а не зависит от мнения какого-то мелкого клерка, какого-то мелкого беса, который решает, что нужно России, а что не нужно. Поэтому мы должны быть все, нас нельзя купить. Вот, понимаете, есть отдельные товарищи, которые повелись на эти 100 тысяч стипендий, а есть, которые отказываются от этого, и говорят, нет, мы против, мы хотим, чтобы наука осталась самостоятельна и самодостаточна. Понимаете, наука это последнее в России, что имеет собственность, которую еще не хапнули, не распилили. Последнее, уже Минобороны, уже все, там были эффективные менеджеры по управлению имуществом, и мы знаем, что осталось с имуществом Министерства обороны. Вот то же самое хотят сделать с наукой. Говорят, вы занимаетесь наукой, а мы, ребята, мы будем, вот, вы знаете, мы будем. Хотите, я вам скажу интересную вещь. Приходит к нам очень эффективный менеджер из Сколково. Вот, знаете, это боль, академик, это Сколково. Оно финансируется совершенно по другими деньгами. Оно финансируется в 20 раз больше, чем сама непосредственно Российская Академия Наук. Это НАНО, там, где Чубайс, из Сколково. И говорят, у нас есть деньги, давайте ваши идеи, мы вам будем платить. Я об этом говорил на встрече с Никипеловым, когда Никипелов был кандидатом в президенты Академии Наук. Очень жалко, что он не прошел. Кстати, ему очень импонировало Никипелов. Вот я задавал ему этот вопрос, как вы будете, если будете президентом Академии Наук, замирать с этим Сколково. Говорят, это наша боль. Мы не думали, что это будет Сколково. Думали, будет какой-то наукоград, который, собственно, будет развивать науку. А они сделали Сколково, бахнули туда деньги. Там нет ученых, там нет никого, там есть только менеджеры. И дальше сообщества врут, что низкий уровень цитированности, это все бред сивой кобылы. Вы знаете, я напишу глупую статью, на нее сошлются 100 человек, которые говорят, что я идиот. А мой индекс будет самым высоким цитируемостью. Понимаете, не это самое главное в науке, не это, не на это надо смотреть. Но я понимаю, что Путин другого не знает. Для него главный индекс цитируемости. Поэтому каждый день показывают по телевизору, по радио. Чем больше показывают Путина, тем он считает, что он умнее. Ну, это не так, это глупость. А теперь давайте посмотрим в сторону Прихоперья. Там, знаете, прошли беспорядки. И люди сожгли несколько буровых. С одной стороны, они, может быть, правы, потому что им там жить. С другой стороны, власть утверждает, что наоборот им будет хорошо, если там начнут добывать никель. Все-таки, как ученые, рассудите, кто прав? Я бы хотел начать сначала. Можно? Я проблемой Хаперия заинтересовался в декабре прошлого года, когда выступал в качестве эксперта в общественной палате при президенте Российской Федерации. И проникся к этой проблеме. Даже не потому, что моя дочь защищала диплом в Московском университете именно по черноземам, именно в Воронежской губернии. Именно вот эти губернские черноземы были просто великолепны. Она защищала великолепный диплом в Московском университете государства на факультете графическом. Вы знаете, когда я оказался в общественной палате и увидел большое количество экспертов, которые в один голос говорили, что этого делать нельзя, и наш голос, голос Института водных проблем, наше заключение подписано очень великим экологом, экономистом, членом-корреспондентом Российской Академии наук Виктором Ивановичем, Данилом Даниляном, показал о том, что этого делать нельзя. И чем больше я вникаю в эту проблему, тем ответственнее я заявляю перед всеми, что для Воронежской области добыча никеля на черноземах сродни планетарной катастрофе. Вот этого делать нельзя. Я сейчас объясню почему. Если мы вспомним слова нашего русского гениального почвоведа Докучаева, что он говорил? Ну, я буду брать черноземы, начиная от Украины, и этот клин выходит ближе к Волге. То есть на Украине они более мощные, к Волге они немножко уменьшаются и по вертикали, и по горизонтали, но они есть. Что сказал Докучаев? Это почва дана Богом. Вот за миллион лет таких почв, как черноземы наши, не будет ни в одной стране мира. Понимаете, то, что нам досталось оттуда, нельзя уничтожить ГОКом. Вы понимаете, ГОК и черноземы несовместимы, это нонсенс. И вот почему. Я уже объяснял и выступал, помните, на митинге на Своробской площади и говорил такую простую вещь. Это рудное тело залегает на глубине полтора километра. Это глубоко. Открытым способом его нельзя разрабатывать. Значит, будет шахтный ствол. Шахтный ствол имеет свойство почему-то прорезать все водоносные горизонты, которые находятся между поверхностью земли и рудным телом. У вас в Воронежской губернии, я так называю, я люблю это слово губерния, четыре комплекса водоносных. Понимаете, они очень водобильные. Никто, к сожалению, не моделировал процесс взаимосвязи этих горизонтов и комплексов. Вот. Есть такой Чернышов, у вас ученый в Воронежске, по-моему, да? Который посчитал, что приток в эту шахту составит примерно 3000 кубометров. Ну, это приблизительно в сутки. Это значит, чтобы народ понимал, что такое 3000 кубометров. Это примерно 50 железнодорожных СССР. Вот это вот каждый день такое количество воды должно поступать на рудное тело. Как быть с этой водой? Он предлагает совершенно идиотский вариант. Заморозить ствол целиком, чтобы вода с одной стороны не поступала на разработку, на месторождение внизу, и заодно, чтобы эту воду не транспортировать наверх, то есть этот дренажный сток убрать. Но вы понимаете, что возможно заморозить, ну, вы знаете, как в Москве, есть такой плывун, это мелкие дисперсные пески с водой, их нельзя заренировать, их нельзя отжать, их замораживать. Это верхняя зона активного водообмена, примерно 10 метров. А как можно заморозить полтора километра? Ну, даже гипотетически мы скажем, что можно, но у вас там рассолы. На глубине 600 метров встречаются рассолы с минерализацией более 80 грамм в литре. Это в несколько раз соленее воды Черного моря. Чтобы все знать, да, ведь ваш Воронежский губерний знает, что такое Черное море. Все казаки знают. Вот представьте себе, можно заморозить Черное море? Вот. Ну, на секундочку, можно, да? То же самое будет с рассолами. Значит, если их нельзя заморозить, значит, надо их поднимать наверх. А что делать с этими рассолами, высокоминерализованными? В этих рассолах встречается бром с содержанием порядка 100 миллиграмм в литре. Это катастрофическое количество брома. Вот если эти рассолы и бром попадут на поверхность Черноземов, Черноземы умрут полностью. То есть, если вначале их убивало Курской магнитной аномалии, когда открытым способом была разработка, и дренировали грунтовые воды, нарушили аэрацию, и они стали увядать сверху, плюс содовое засоление, то эта зараза с рассольной убьет их в конец. Черноземов больше не будет. Это большая проблема. С одной стороны, значит, они должны ставить очистительные системы, которые должны рассолить этот рассол. Ну, 80 грамм в литре, я не знаю, как это можно сделать. Ну, что сбрасывать в открытый водоем, это нельзя. Вы испортите всю воду, хапреа, прочее, прочее. Теперь второй вопрос. Ну, в Московском университете на кафедре гидрогеологии просчитали возможность влияния этой шахты на воронку депрессии. Так, вы знаете, сейчас все знают, что воронка депрессии – это уровень поверхности подземных вод. При откачке, неважно, откачке или закачке, уровень начинает понижаться, и чем дольше работает система откачки-закачки, тем вот эта воронка депрессии развивается по горизонтали туда. Значит, посчитали, что при эксплуатации месторождения 10 лет воронка депрессии составит примерно 30 километров. Это воронка депрессии. Мы сейчас с вами просто пересчитаем, и я вам скажу, что мы посчитаем площадь распространения этой воронки вокруг месторождения. Это будет 3000 квадратных километров, в которой упадет вода уровня, да, в подземных водах. А я так понимаю, что Воронежская область сидит на подземных водозаборах. Они питаются подземными водами, в отличие от Москвы, которая, у него область питания поверхностные воды через очистные станции. Это же вообще катастрофа получается. Это не то слово. Вы останетесь без воды. Я, кстати, общаюсь с представителями движения «Захопер». Я им попросил, я понимаю, что там местные власти ничего делать не будут, я попросил, чтобы они сделали такой маленький мониторинг. Они посмотрели, как меняется глубина залегания уровня в этих скважинах и колоссах ближлежащих, и как меняется качество воды. Это очень важно, потому что если сдренируются эти воды, в колодцах воды не будет, значит, люди, которые живут в деревнях, останутся просто без воды. И я боюсь, что гораздо меньше будет приток и в скважинах, в водозаборном, и там может возникнуть такая же проблема. К Хоперскому заповеднику тогда все? Соответственно, я уже не говорю про Хоперский заповедник, я говорю про людей, понимаете? Я считаю, что главный – это человек. Вот давайте вспомним. В позапрошлом веке были у нас императоры Александры, да? И в свое время, когда генерал-губернатор Грузии написал прошение императору с разрешением в Грузии выращивать чай, что ответил император какие-то Грузии, да, где Петербург, где Грузия, он сказал, я не против, а как свободолюбивый грузинский народ отнесется к тому, что он будет выращивать колониальный товар. Это считалось колониальным товаром, единственный чай, да? То есть император заботился о том, что подумает свободолюбивый народ, а тут никто не думает о том, как будут жить люди. Ведь там же есть еще очень две страшные вещи. Во-первых, нужно проводить микросейсмическое районирование, потому что там, это в зоне сейсмики, там еще непонятно, как вот эта шахта и как этот ствол повлияют на сейсмику. Там, вы знаете, что при разработке вот этого месторождения медно-никелевого сопутствующего минерала, они радиоактивны. Там, возможно, будет повышенный радиоактивный фон. Дальше, при флотации нужна вода, а вот эти стоки после флотации, их состав, куда они пойдут? Я был в Хибинах, на горном богателе, там, понимаете, Хибины, это апатиты, нефилины, свинит, они добывают, а дальше вот все вокруг, вот все вокруг. Это серая масса шлака, это отработка. Ну, там нет, ничего не растет, там кроме карликовой березы, и та она сдохла давно. Просто, понимаете, это страшная вещь. Хвостохранилище, шлакохранилище, не может быть, чтобы это все было на черноземах. Это беда, это катастрофа. Юрий Анатольевич, а почему тогда власть и Махмудов, там, и его покровитель Путин настаивают на том, чтобы строили этот никелевый комбинат? Потому что им очень хочется добыть никель, продать его, как правило, они продают в Германии, они потребляют никель, денежки уйдут в офшор, дерьмо останется у нас. А им плевать, вы понимаете, они не любят страну, они не любят свой народ. Я уже давно пришел к этому, понимаете, вот, секундочку, простой пример. Они в школе были троечниками, они гуляли, они прогуливали уроки географии. Я, кстати, элементарно доказываю на всех форумах, карта России большая, покажите мне на карте России, где зимой нет снега. Можете показать, где в России зимой нет снега? Знаете, это Сочи, это субтропики, и там будут зимние Олимпийские игры в Сочи, понимаете, в Сочи, в субтропиках. Посмотрите карту России, вот она, Воронежская, вот он, чернозем. За Уралом есть, нет, там юг, север, везде, а чернозем есть здесь, давайте мы его убьем. А он им не нужен, а зачем он чернозем? Кстати, там у вас очень хорошие черноземы, вот там, где Воронежская область, очень хорошие минеральные воды. С минерализацией до 50 грамм в литре, они очень полезны для принятия ванн. Там можно делать сувораторий, курорты и лечить людей. Пожалуйста, положите, это не так много стоит. И будет прибыль, и будут налоги, и деньги останутся в Воронежской области, но они этого не хотят. Зачем? Когда нужно здесь взять, туда продать, туда отнести, а это их не касается. Тихман Махмудов, он же и там не живет, правда? Понимаете, они сделают это месторождение, будет еще, ну, два миллиардера долларовых, ну, десяток миллионеров долларовых, и все. А окружающая территория получит коллапс. Вот что страшно, что люди должны понять, они останутся без воды, без качественной воды. А воздух, ведь когда будет разработка идти, там же пойдет пыль, а там и СО2, и СО2, значит, будет серная кислота и угольная кислота в атмосфере. Это кислотные дожди. Понимаете, эти кислотные дожди будут иметь ПАЖ примерно 2,4. Эта кислота будет падать на эту почву и убивать все остальное. Но мы убьем все, но давайте все убьем, будет хорошо. Спасибо вам, Юрий Анатольевич, за интересную беседу. Это преступная группировка, которая именует себя властью, готова продать всю страну. Можно долго оболванивать народ, но однажды он ответит. И это будет страшно. Смотрите предвестник. Субтитры создавал DimaTorzok